и снова здорово друзья мы проходим мануальную терапию сейчас рассмотрим правку конкретных позвонков когда они убывают один сюда ушел вправо до другой влево следующего лево ну допустим вот шейные позвонки значит если сдвинуты не шейных грудные давать 1 грудной 2 грудной вот в эту сторону вправо до не давайте монстр сюда не сдвинут по естественным или партизм давать мы щупим все прости снова проверяем ассистом позвонки проверить можно как угодно нужно так вот прокрутить всегда можно двумя пальцами любыми пальцами этими пальцами и обязательно смотрим не только один позвонок соседние два сверху два снизу чтобы удостовериться в этой картине можно и ошибиться наши модели практически все равно условно да вот они вышли в мою стройно считаем туда что надо растянуть берем за руку за голову вот сюда и толкаем может примутать первый способ отсюда расценили и за голову и натягу на себя вот рычаг это толкает туда другой способ можно расслабляемся даже рука висит это у нас будет рычаг в них упираемся прямо острием локтя тянули и собраться тоже через мышцы ну сбоку когда можно упираться в сбоку ассистова да если если больно человеку данным небольшой мышечный валик делаем дальнейшем и через мышцы другой способ когда голову переворачиваем в ту сторону и опять же натягиваем вот сюда то же самое нужно протянуть на то есть раз он ушел туда здесь мы растянули отсюда дал да тут расценили дали вакантное место да и толкаем можно если седьмой шейный например вот так вот у него вот это косточка уперлись получается с вращением лишь это вот нам задать вращение в аттесты довернулся сюда ложись ровно если это где-то здесь как правило у позвонков есть еще поперечный отверстия если он сдвинулся то поперечных колесу поднялся он от ассиста находится на два пальца выше и вот эту схему у нас нарисована на единых для всего значит а там в позвонок но в направлении под углом на в направлении к голове человеку а вот в ассистая часть ой поперечный поперечный за него растягиваем с той стороны значит получается этот сюда сдвинут выше него сюда сдвинут и на два пальца поперечный приподнял да значит доворачиваем голову в ту сторону туда чтобы тут растянулась толкать будем вот сюда вот этой косточкой а сверху над ней растягиваем вот эта часть и толкает соответственно туда да соответственно если наоборот нижний сюда я поперечный выше тут растягиваем для этого сюда вот там стянули и толкать будем туда стянули одновременно такое движение получается да не получилось это стороны не получилось в этом позе попробуем по-другому перелись пожалуйста пупком к локоть на локоть некоторые шутят что нет рука сверху должна быть иначе будет более по челюсти даст лучше вот эту подержали он нас не попал на сверху будем давить получается смотрите что у нас происходит через локоть мы даем на грудную клетку да и как раз там растягиваем а с это стану поставили свою руку и доворачиваем вот так не получается человек растянули растянули за череп да на видео там видно да вот той стороны растянули и продавили продавили значит каким способом вот так кулак ставим до тенором получается мы давим на тот позвонок который нам надо довернуть а другими остистые на поперечные выше которые до него сейчас автоматически выше вот на этот мы давим а вот верхние и поперечным соответственно растянули вот такой толчок сюда на меня на меня сдвинуть выше стоят видите и вот этот толкнули то есть получается это вправо вот он лежит вправо значит той стороны рукой залазить через него это может было без майки там нарисовать например да если отдавать чтобы нам прицелиться да надо чтобы не помочь уйти пожалуйста куда что ушло это обычно делается для вершин бурного отдела ну где-то тут например кожи красный цвет это естественно рисовать естественно эти например ровно идут здесь его поперечный отросток этого позвонка и астисты из следующего позвонка смещены в разные стороны жестой стороны вот это рукой вы получается а эти вот потому что вся естественно я вам скажу кого мощная спина иногда даже без подворота вот этими придется повыше ставить руку вот так и прям в позвонок давить вот это понятно на рисунке как показал сам ну вот смотрите довернули вот сюда ставим палец эти стой стороны получается вот это понятно а как ставить а чем доворачиваем а ничем просто один теннером получается да да а все понятно и вот дополнительно надо растянуть то есть с этой стороны да получается значит шею поворачиваем туда корпус немножко вот туда развернули и рукой получается да им тоже вот так немножко видите растягивает то есть за его плечо я тянул противоположную видите лопатку из лопатки вот примерно там временные мышцы до 5-6 позвонка вот прям туда лезем до давай что предплечье стянули свои минуты видите через давление руб куда было что вот туда подиагонали то есть мы его как бы скрутили за локти и за череп вот туда скручиваем потом повернули голову сюда уже за вот этот получается когда поставили руку вот так вот здесь стоят на целью дал отсюда а тут толкнул пальцем большим не тоже туда вперед толчок до дачи за вперед с иди компрессии то все желательно так вот натянули но и получается вот так да все желательно сделать декомпрессии так теперь в случае с поясницей переворачивайся на наоборот ливерной частью вниз или на частью солнце тут нам надо растянуть соответственно сначала до пояснице смотрят если есть лордоз величный лордоз вот тут есть да как раз не здесь мы на маме создавали все нормально вот и на кифу спирсом а как ложь вас увидит поясница попу назад это гиперлордоз значит желательно вот верхнюю часть высокую подушку плотно должна быть можно вообще деревянную дыр какую-то сделать откладываем косточки или даже в таком наверно вену примерно на кустой зубчик ну не такой похожий валик дону дожить они используя подменись значит вот кладем под подвздошные кости под таскаем даже вот провисает вот туда эти провисали тоже ну соответственно позвонок выбираем ну например вот это вот сюда вот сдвинут то есть вот ямочки базис идут позвонки какой-то вот сюда а следующий чудо сдвинут дальше опять идут ровно значит применим тут ударной техники дай молоток вообще их можно подровнять да это все терпимо стучали с этой стороны по бокам астисток да то есть не по центру по центру будет больно именно по бокам постучали подровняли вот повыше там допустим да либо руками ставим растяжку большого пальца под позвонок да нам надо туда да да а с этой стороны надо растянуть растягиваем можно будет только сюда чуть повернись да нет ногу закидывать прям кулаком под углом туда и целились следующий позвонок жарману ждем до этого туда закидывай голову тоже разворачиваю вверх 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 туда значит убиваем на оборотов в эту сторону под диагонали и в сторону головы на полу можно да мы одному человеку ставили знаешь как в пятером мастер ставил сюда палец один держал удар сбоку его держишь коленом достаточно колено другой 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 бедро бедро просто был чтобы он не ехал до 2 держится от стороны допустим не допустим давай ты мастер будешь ставить просто палец сюда так он сюда ушел и когда ты будешь стучать на 3 я его толкнул сюда пока я должен был вот туда стучат да да давай насчет и раз два одновременно дернули за нами будешь я просто не ждал что рука выйдет промазал еще с кем-то еще делать так ну вроде с этим конкретным позвонками все рассмотрели иногда вот бывает девушка куда пришла у меня все позвонки туда-сюда 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 значит вот так у всех и стучали отсюда этот отсюда то есть все вот туда стучат сюда да да по накрыванию к голове и вот может быть или что это может быть физиология это патология однозначно может быть патология даже не патология на нас ничего не сделает ну ну попробуй постучать маленько разболтать но возможно на первое посещение лучше посмотреть если человек 20 30 лет ходит с такой патологии все уже срослось она поможет рентген надо посмотреть что там и как может быть в принципе не за два три сеанса на 20 сеанс и 30 сеанс получится все-таки подвинуть расшатываем расшатываем 20-30 лет он сформировалась свое кровообращение пути и мы сейчас все равно на место поставим ничего ничего нет обращения на такой свалил просто просто вам где-то пережата с одной стороны расширен кроватый пережатый ну как бы освобождаем от этого человек даже может в обморок пасть сразу да тоже сразу кровь в мозг нервная система сразу передать информацию мозг который он недополучал много-много лет из этой зоны от перегрузки просто как вот компьютер перегрузили программу из произнос теряется да и соответственно это недолго это оборочное состояние 5-10 секунд максимум перегрузился кстати гипоксия мозга тоже делается после сеансов масса и вот этой правки да в данном случае он перегрузился сам автоматически так обычно зажимаются сонные артерии задние две артерии и человеку вводят в гипоксию мозга это буквально тоже секунд секунды три занимает на самом деле он как бы перезагружается и его нервная система уже воспринимает организм как новую прочитывает прочитывать по моему да а где оброжать или покажите показать но это надо не в этой позе в общем сонные артерии повыше повыше по пульсу их можно найти по пульсу да и затылочными тут сделан серьги по активе да конечно не делали уже прикольно ну давай попробуем садись спиной еще по поводу вот этих позвонков которые холка за холку подались не двигайтесь холку торчат позвонки сзади да да во первых за такой жировой подушкой фиброзной мышцы дата мы пробиваем делаем такую вилку до на поперечной отрезки и пробиваем через свою руку чтобы получился фитиль не надо было упустить и локти так тоже свистел что вы сделали бога на вершину до вдох выдох или самым молотком ну не по костям конечно бьем делаем такой потолще валик из тряпочку прицелились ух еще раз выдох прям пасти стану да прям пасти стены помнил он как раз как раз портел уже видел зависим сейчас отработаем все друг на друге по поводу эпоксии попробуем можно с этой стороны подойти тут сонно лучше находим переживаем здесь заднюю успокаивается буквально ему глаза вот на него смотреть просто мужик да приходит себя а как понять что хватит но обмякнуть руки сразу опускается не получается крюки кровообращения ну да минутки две-три подержали если получается начинается саму себе кстати не сделаешь потому что ухожем состоянии руки сразу не успеваешь глубоко уйти до сходишь на и руки забирается да вот и у него когда вошел руками создать и как-то наш ряда нету сам да сам приход сразу же у нас 5 секунд по чистоте делания возможно это по медицинским понятиям можно это делать раз и до скопа хочет грипоксин да вы каждый она мозг и так это же короткое время нет это все три пять секунд максимум мозг на седьмой минуте начинает отмирать на 7 поэтому человеку когда он утонул даже там 10 минут достаёт и откачивают но это время живет так то все одеваемся а мы продолжаем все проходить на практике на живой натуре друзья если вы не с нами там много теряете с вами был олег аллах гудвин подписывайтесь на наш канал и приходите на занятия